Коксогазовый завод – градообразующее предприятие, где трудятся тысячи местных жителей. Руководством предприятия ведется постоянный мониторинг оборудования, чтобы исключить всевозможные вредные выбросы в атмосферу. И правда, в последнее время мы стали забывать этот неприятный запах, но на днях он снова появился. Как оказалось, виной тому нелегальная мусорожигающая печь, установленная в промзоне. Жители жалуются, считая, что вот этот запах гари – это идет от Мускокс. У нас на Мускоксе порядок полный. Мы выполнили в прошлом году целый комплекс мероприятий экологических по снижению выбросов и по снижению концентрации всех. И, соответственно, конечно, отвечать за деятельность наших соседей нам не хочется. Этого у нас было, мы не отрицаем. Но оно у нас больше, оно не будет происходить. Его не будет. Мы хотели создать печь сами по себе, потом его сертифицировать. На испытательность руки. Сначала надо получить все разрешительные документы, согласовать, установить виды. Провести проверку на соответствие, а после этого запускать. Резонанс наших жителей. Мускок выбрасывает газы. А это вы тут спечка с этой жжете. Мы этого не позволим. По распоряжению главы Ленинского городского округа была создана рабочая комиссия, куда вошли представители местной власти и инспекторы Госадомтехнадзора. Сегодня они выехали на место, где сжигался строительный мусор. Это прилегающая со стороны Каширского шоссе к коксогазовому заводу территория. После того, как собственники земельных участков узнали о том, что будет комиссия, конечно, они привели в порядок за эти три дня мероприятия, поскольку печка уже убрана, порядок наводится. Но сейчас поручения соответствующие даны. Мы до следующей пятницы дали поручение, чтобы первичный участок был приведен в порядок. И до установления видов решенного использования, который будет бизнесменом потом использоваться, свои производственные деятельности. Но на этой одной большой территории несколько собственников, которые осуществляют разную деятельность. Владельцы соседнего участка мусор не сжигали, а просто завалили забор москокса, значительно подняв уровень земли. То, насколько сильно здесь был поднят грунт, видно по этому дому. Одноэтажное строение буквально засыпали по крышу. То же самое происходит и с забором, разделяющим территорию от коксогазового завода. Теперь его запросто можно перешагнуть. А еще под неправомерные действия собственников попала река Куперенко, протекающая вдоль забора коксогазового завода. Без соответствующих согласований предприниматели засыпали русло реки и поместили его в коллектор. Эти работы необходимо было согласовать как минимум с Министерством экологии Московской области, Московским бассейным управлением, что не было сделано. И по данным правонарушениям сейчас уже ведется административное расследование Министерством экологии и природопользования Московской области. То есть возбуждено административное дело. В отношении ситуации с завалом забора и рекой Купеленкой администрация Ленинского городского округа собственникам участка дала срок до 1 августа, чтобы устранить все нарушения и привести территорию в надлежащий вид. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.